следующий этап по хундай грандстар аксу обнаружились вылезли болезни статистика плохих хороших я не скажу какие именно поэтому то есть если вы уже приедете я вам расскажу всем привет о им зап начнем так сказать следующий этап по хундай грандстар аксу обнаружились вылезли болезни которых сейчас вкратце расскажем то есть это грандстар акси евро 5 которые пошли уже с 12 года топливной системой delphi то есть наверное многие там сталкивались что-то видеть но творить первая из проблем на этих машинах этого года с этим двигателем они нашли там получается с 2012 по 2016 потом пошли уже евро 6 первое чем мы столкнулись но как бы уже неоднократно на пробегах от 150 до 200 это сальник коленвала передний у них бежит сальник коленвала разъедает демпфер на шкиву и шкив идет под замену это шкив от евро 4 это так не просто то есть здесь мы уже сделали здесь у нас пробег 200000 это мы сделали уже еще если не ошибаюсь на прошлом то мы все это сделали так чтобы вы понимали что также у них выскакивает следующие проблемы вот опять же от 100 до 200 эта прокладка теплообменника вот так он выглядит у нас теплообменник мы его сняли вот здесь у нас масляный канал вот здесь на евро 4 он такой двойной здесь канал и вот здесь по блоку начинает бежать прокладочка вот она вот эта прокладочка начинает течь вот здесь по блоку прокладочку смотрите по прокладочке сразу такой момент прокладочку старайтесь обязательно поставить оригинальную вот эти пара нитовый которые нет не оригинальный они в принципе ходит, но 200 тысяч она не отходит, она скорее всего лопнет у нас будет вот вот такая прокладочка использоваться она идет отдельно в пакетике оригинальная, так как работа довольно сложная и долгая поэтому не нужно экономить, для этого необходимо снять турбину вот она у нас валяется, турбина заменим прокладку впускного коллектора и заменим прокладку слива вот здесь тоже у нас слив вот он сам теплообменник, мы уже здесь все замыли, здесь все было в масле у нас, нижняя часть забросала также то есть заменится охлаждающая жидкость то есть полностью с блока сливается еще одна из болезней она выскакивает, я бы на рассказал между где-то сальником колевала передним и теплообменником это коллектор вот впускной коллектор у нас здесь находится он у нас пластиковый и там стоит прокладочка она резиновая, довольно маленькая, нежная и начинает течь, я не знаю, там видно или не видно будет ну вот, наверное, вот отсюда видно, что весь блок там все замыло то есть прям выкидывает из-под коллектора вот так тоже выглядит прокладочка вот она довольно нежная прокладки точно так же мы берем обязательно оригинал неоднократно люди уже натыкались приезжали, которые жаловались говорили, что где-то заменили прокладку и идет течь то есть мы прям брали визуально сравнивали и прокладочка немного ниже не оригинальная поэтому опять же берите только оригинал то есть она не стоит там больших каких-то бешеных денег работа очень сложная именно по коллектору здесь разбирать очень много, очень сложно то есть разобрать нужно со стороны турбины у нас сейчас есть плюс потому что мы делаем с двух сторон меняем прокладку переплотняем теплообменник а так нам нужно разобрать немного часть трубки ЕГР по ту сторону и также нам мешается жабло то есть под дворники мы его все разбираем разбираем, также здесь все помоем прокладочку заменим есть такой момент у людей допустим кто обратится сюда по замене прокладки выпускного коллектора с европятым двигателем и у вас будет не Гранд Старакс а аж один ваша цена будет чуть выше чуть выше потому что там сделать немного гораздо сложнее дело в том что на теплообменнике клапана ЕГР и теплообменника фитинг идет цельный и разбирать нужно прям вообще прям вот вплоть до голову блока разбирать все то есть вытащить вот эту огромную корягу очень сложно здесь она разделяется на две части то есть у нас есть небольшой фитинг который прикручивается там и там и легко снимается то есть это здесь то есть это тоже долго сложно но легче чем аж один поэтому так ну и наверное все неоднократно знают что проблема топливной системы данного двигателя Делфи это конечно больная такая довольно тема мои рекомендации будут это замена топливного фильтра пусть он будет оригинал хундаевский Киа а лучше конечно есть специально Делфаевские фильтры то есть Делфи они более тонкой очистки именно для этой топливной системы то есть он все точно такой же но просто Делфи фирма стоит он порядка там полторы две тысячи то есть вот так примерно это под заказ и также с топливом то есть никаких присадок никакого допустим бензинчика зимой никакого там керосинчика ничего подобного чтобы не лить то есть только заправка то есть заправку выбрали пусть это будет Тастнефть Газпром ну смотрите сами то есть есть статистика плохих хороших я не скажу какие именно поэтому то есть если вы уже приедете я вам расскажу то есть с каких заправок обращаются чаще с каких то есть реже ну в целом люди то есть если заправляются на качественных заправочках в свое время наменяют качественный топливный фильтр правильно это все делают то на этой топливной системе как многие жалуются что очень плохая отъезжают допустим вот здесь проехали 200 с лишним тысяч топливную систему не трогали поэтому судить вам сами так ну в принципе вот и все это как бы такое с чем столкнуться нужно на этом двигателе на этом автобусе грандстарок всего где-то от 100 до 250 пусть тысяч вот так примерно из проблем то есть это прокладка впуск теплообменник сальник коленвала передний понятно с топливной системой тоже вы можете столкнуться хоть в 50 тысяч хоть в 500 то есть все зависит от вас ну в целом как-то так с цепями здесь гораздо лучше то есть с цепями здесь мы они ходят по 300 400 500 тысяч то есть если на евро 4 мы сталкивались что по регламенту там 120 150 тысяч то здесь люди отъезжают вот допустим берем данный авто он прошел если не ошибаюсь даже 260 там мы сейчас глянем точно 260 то есть цепи не менялись все родное то есть ничего не шумит не гремит то есть своевременная замена масла качественное масло и пользуемся пробег данный мы проверили он не скручен родной ну что мы дальше продолжим заниматься работать а вы подумайте посмотрите и если вдруг у вас появилась одна из этих проблем то есть связывайтесь с мастером записываемся и приезжаем все всем пока все понятно так с что Субтитры сделал DimaTorzok